Ниндя! О-о-о! Ну что ж, придется открывать. Привет, меня зовут Спейсман, и сегодня мы рассмотрим стартер шестой редакции Вархаммера 40 тысяч Dark Vengeance. Но для начала пару слов о том, для кого это видео. Ну, конечно же, во-первых, для тех, кто хочет внимательно рассмотреть содержимое коробки, прежде чем ее покупать. Ну и, конечно же, для новичков, которые интересуются, стоит ли им начинать знакомство с Вархаммером именно с этого стартера. Ну а сейчас, я думаю, пришло время снять заводскую упаковку. Итак, что у нас внутри? Смотрим сверху, как лежит. Во-первых, это красные розги, для того, чтобы наказывать ваших оппонентов, которые не соблюдают правила. Они же служат линейкой для измерения всех расстояний. Однако, если вы всерьез собрались играть в Вархаммер, то лучше, конечно, купить... ...рулетку, с которой они не сравняются. Далее у нас целая гора литников со всеми моделями, входящими в набор. Это главная ценность коробки, и мы поговорим о них отдельно чуть попозже. Рядом мы находим пакет со всеми подставками для наших миниатюр. И набор кубиков. В комплекте шесть обычных шестигранных кубиков и кубик направлений, который часто используется во время игр. Шесть кубиков для Вархаммера это очень немного, так что вам придется докупить еще, ну или достать из ваших старых запасов. Ну и последний кусок пластика на сегодня, это набор шаблонов. Малый, большой и каплевидный. Они понадобятся вам для того, чтобы знать, кого именно задел взрыв или подпалил огнемет. Лично я предпочитаю шаблоны из позапрошлого стартового набора не таких кричащих цветов. Однако с этим уже ничего не поделаешь. Ну и наконец, то, без чего все это, просто набор пластмассы. Правило. И еще какая-то хрень. На поверку хрень оказалась набором из брошюры «Как играть», вкратце объясняющей неофитам, с какой стороны подходить к Вархаммеру. Инструкции, как именно собирать все модели из набора. И листиком, где собраны все важные сведения. В коробке, кстати, есть еще один такой же, но на плотной бумаге. Здесь собраны такие вещи, как напоминание фасхода, таблица попаданий, параметры войск и прочее, что приходится поначалу часто искать. Так что вы себе берите на плотной бумаге, а вашему противнику выдайте мягенькую. Миниатюрная книга правил из стартового набора отличается от своей полноценной, тяжелой подруги только тем, что здесь есть только правила. Абсолютно те же страницы, что и в большой книге, только уменьшенные в раза полтора. И в чем-то эта книга гораздо лучше этой, потому что если вам не нужна хобби-часть и пафосные рассказы о вселенной, то согласитесь, эту книгу возить с собой на турнир гораздо проще. Брошюрка How to Play на примере пары ходов с красочными картинками разжевывает механику игры. И также здесь есть 6 миссий, которые предлагается играть этим набором. Ну и с инструкцией по сборке, я думаю, все понятно, а картинки говорят сами за себя. Собственно, это все, что есть в данной коробке. И этого вполне достаточно для игры двух человек, здесь есть все необходимое. Миниатюры, правила, линейки, шаблоны и кубики. Теперь давайте поговорим о том, чего в этой коробке нет. Как вы же заметили, здесь нет инструментов для сборки и покраски моделей. Так что вместе со стартером вам нужно будет купить необходимый инструментарий. Какой именно и как его использовать, вы сможете посмотреть в другом моем видео, ссылка на которое мистическим образом появится вот в этом углу. Чего еще не хватает в этой коробке? Помимо очевидных вещей, я не нашел такую полезную штуку, как Террейн. В стартовом наборе Битва за Макрак были очень прикольные обломки самолета, которые мы используем до сих пор. А также набор маркерцелей миссии, который тоже совсем не лишний. К сожалению, Dark Vengeance с такими приятными плюшками порадовать нас не может. Ну а теперь давайте вернемся к модели. Всего у нас тут 48 миниатюр, представляющих две фракции. Легион космического десанта Темные Ангелы и Космодесант Хаоса. Вкратце список следующий. Темные Ангелы. Компани Мастер. Библиари. 10 десантников. 5 терминаторов. И 3 мотоциклиста. Хаос. Лорд Хаоса. Хелл Брут. 6 избранных. И 2 десятка культистов. Также у меня есть бонусная моделька Капеллана. Потому что моя коробка Limited Edition. Но в принципе она имеет разве что коллекционную ценность для игроков за Темных Ангелов. Главное отличие стартера от обычных наборов состоит в том, что в целях упрощения сборки миниатюры здесь состоят из минимум деталей. Например, десантник собирается всего из трех кусков, не считая подставки. В то время как в такой коробке элементов как минимум 10. Это конечно огромный плюс для тех, кто только начинает свой путь в этом непростом хобби. Но и огромный минус для ветеранов, так как при сборке отсутствует какое-либо творчество. Этим моделям нельзя изменить позы, а также нельзя разобрать их на запчасти для других идей. Также они плохо подходят для полноценных армий. Посмотрите на этот отряд избранных Хаоса. Все они снабжены разномастным оружием, для того чтобы новички могли понять как оно работает. Но в реальных условиях никто не будет вооружать так войска, потому что у них нет специализации. А значит они будут выполнять любые задачи одинаково плохо. Хилбруту тоже не поменять вооружение, если вы соберетесь играть им дальше по кодексу космодесанта Хаоса. Ведь как и все здесь, он состоит почти из двух деталей. Это главный минус коробки, и опытные хаббисты должны покупать ее точно зная, что им надо. Но с другой стороны, все модели стоят в очень красивых позах, и они найдут место в любой коллекции. А миниатюрки действительно интересные и остроумно собираются. Я имел удовольствие в этом лично убедиться во время поклейки. Чего стоят только одни бэкпаки, на которых сзади висят болтеры. При том, что именно так выглядящие миниатюры вы нигде кроме этой коробки не найдете. Хотя со сборкой не все так гладко, часто оставались щели, причем во многих случаях достаточно большие. Пришлось замазывать их зеленкой, что само по себе задача не для новичка. В общем, как всегда, стартер это палка о двух концах. Ну и наконец мы решили узнать, насколько сбалансированы стороны в этом наборе, и провели несколько тестовых партий. К сожалению, балансом тут и не пахнет. Даже с первого взгляда понятно, что темные ангелы имеют колоссальное преимущество. В своей стрельбой они могут выносить любые цели у хаоситов. Бедные культисты сворачиваются от одного залпа. Избранных слишком мало, и потеря даже двух бойцов уже ощутимо. Хилбруту пофиг на болтеры, но у ангелов много плазм. А терминаторы поголовно вооружены силовыми кулаками, так что бежать в них Хилбруту тоже не вариант. Раздавят. Средняя дальность стрельбы также выше. Ну и за счет трех мотоциклов большая свобода маневра. А у хаоса есть просто нерешаемая проблема. Им практически нечем пробивать терминаторскую броню. У них есть только мультимельта у Хилбрута и плазмопистолет у лорда. Это в идеале всего два терминатора в ход, в то время как ответная стрельба их просто сдует. Ведро попаданий, в надежде, что по статистике терминаторы все-таки накидают яйниц, хаоситы выдать тоже не могут. Много выстрелов у них только скультистов, которые и попадают плохо, и оружие у них маломощное. До спасбросков за броню доходят только считанные единицы попаданий. В ближний бой пихаться к ним тоже нечем. У избранных всего один кулак, пробивающий терминаторскую броню. По идее они могут съесть в рукопашке тактичку. Но так кто же нам даст? Эти десять парней будут стоять в тылу и шмалять победнягам из плазмопушки. В общем, дарк ангелы могут спокойно держать хаоситов стрельбой на расстоянии, а если те все-таки дойдут, еще и навалять им рукопашней. На всякий случай я еще посчитал, сколько будет стоить каждое войско по очкам в соответствующих кодексах. Получилось 528 на 840. В пользу темных ангелов, конечно. В общем, очень странное геймдизайнерское решение. Вот такой вот стартер шестой редакции. Если честно, я не очень понимаю его смысла в том виде, в котором он есть. Допустим, даже у вас есть друг, с которым вы хотите увлекаться Вархамером. Каков шанс, что вы захотите играть именно за те стороны, которые присутствуют в этой коробке? Возможно, будет легче купить кодекс соответствующей армии и начать потихоньку покупать ее отряды. К тому же, каких-то эксклюзивных фишек типа террейна здесь тоже нет. Но я думаю, игроки за соответствующей армией найдут здесь интересные для них миниатюры. И также этот стартер остается отличным выбором для тех новичков, которые не хотят разбираться со сложностями, выбором армии, а хотят просто сразу начать. На этом сегодня все. С вами был Спейсман. Увидимся.